Хай-хай, ребятки! Всем привет! С вами Брата, это Age of Magic и у меня ответ на один из часто задаваемых вопросов мне на канале. Что же будет, когда собираешь все осколки, если ты открыл героя? Зачем они вообще нужны? Спрашивают у меня люди, которые только начали играть в Age of Magic. Друзья, все банально просто. Помимо того, что тебе нужны осколки для того, чтобы открыть впервые героя, С помощью них, с помощью нужного количества, когда ты нас собирал, ты можешь повысить звездность героя. Если ты не заметил, то справа, когда ты переходишь именно в раздел героя, рядышком с тренировочками под именем героя, есть количество звездочек. В данном случае у Тонеды это 7 звезд. Именно с помощью этих осколков ты и повышаешь звездность текущего героя. Ну что ж, давай посмотрим, что именно даст нам одна звезда. Плюс одна звезда добавит плюс 10 тысяч к жизням, плюс 157 к доспехам, 56 к магическому сопротивлению и 1905 к базовому урону. Плюс 2812 дэмэджа к критическому урону, что, ну, ты сам понимаешь, дружище, весьма много. Именно таким образом, нажав на осколочки, заплатив 4000 за первую звезду, точнее уже за вторую, но, по сути, это первая звезда, мы получаем все эти характеристики и тратим свои осколки. Ну что ж, Тонеда стал взрослее, Тонеда стал сильнее, и до следующей звезды нам нужно уже 25 осколков вместо первых 15. Вот так вот, друзья. Все очень просто. Надеюсь, я помог вам. Задавайте свои вопросы по игре, я готов делать такие небольшие гайдики для вас. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok